welcome 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 в лайф режиме читаем с вами патч notes и 8 и 2 патч выходит он 20 с 23 на 24 февраля я думал если честно выйдет что через неделю но он вышел раньше не положенного срока в смысле раньше чем я думал меня же никто не спрашивал я бы если честно выпустил его позже насколько я понимаю этот патч не затронет эту неделю lcs а потому что неделя стартовала в корее на патче 8 и 1 соответственно остальные команды тоже будут играть на патче 8 и 1 то есть и корейские и китайские и японские турецкие если они играют турки я просто не знаю давайте читать здесь были изменения не только касательно чемпионов и предметов но еще очень интересные предметы поддержки туда мы конечно же дойдем но сначала чемпионы интересная вещь скорость атаки решили добавить риута на первом левеле и к на 10 процентов не думаю что это сильно повлияет на его игру но это поможет ему быть лесником если вы хотите быть лесником эко и попробовать его 10 процентов скорости атаки в начале это как раз именно то число которого ему наверное не хватало для хорошего фарминга евелинка все ждали конечно какого-то нерфа от нее он и произошел уменьшает урон с ее ешки на 1 процент от максимального здоровья был 4 и за каждый стоп прирост за каждые 100 у силы умений прирост был плюс полтора теперь уточним прирост был 2 сплэн теперь полтора так как эвелинка все равно играется 300 ability power максимум наверное второй показатель не сильно почувствуется вот первый показатель конечно уже сразу отразится потому что ешку вы на первом левеле могли использовать против противника ешка которая была усиленную вашу w тут тоже минус 2 процента и минус один процент соответственно то есть я говорю этот показатель мы не сильно почувствуем разницу почувствуем но не так сильно а вот этот уже число она довольно прилично потому что это на первом левеле вы тоже использовали себе в плюс в итоге мои резумения пока появленки я сделать не могу потому что сам за нее еще не сыграл в патче 8 и 2 и самое главное не совсем еще понятно что сейчас с ней происходит мета и и касательно не особо меняется но вот то что там будет дальше в описании вот это будет нас затрагивать очень важно и я про это буду говорить еще когда дойдем до него давайте с услабили эзу его кушку в начале игры было 35 урона теперь 15 в лейт-гейме осталось то же самое число это сделали специально чтобы на первом левеле с больше не мог доминировать как он доминировал переходим резко к джинкс уменьшили ей силу атаки начальную 66 до 61 кто-то скажет да что ж за фигня я только начал играть на этой сиськастой девочки как они сразу же берут и нерфит нет ребят ее не нерфит ее бафают и очень сильно снятие урона в начале игры обусловлено тем что они хотят ее сделать гипер лейт-гейма декери кем она в общем-то и задумывалась и теперь у нее будет очень высокий прирост ad 2 и 7 вместо 24 ее пассивка дает ей новую возможность раньше была скорость передвижения там но это не особо нас волнует теперь смотрите скорость передвижения осталось они правда обновили еще скорость атаки тут написано скорость атаки от эффекта бодрячком больше не суммируется но это другим ее эффектом главное вот что пока она находится в бодрячке у нее нет больше остановки скорость капа то есть предела превышение ее скорости атаки тут так и написано она беспредельницы и становится пока она стоит и авто тачит она как как маф под своей w только у него вообще нет остановки она может уходить скорость 7 и 5 8 и 5 там 9 и 1 сколько сможете набрать столько и берите прочего верчу на кушке скорость атаки поменяли было от 30 до 70 процентов теперь от 30 до 130 но и убрали вот скорость атаки пулемета больше не растет вместе с уровнем джинкс теперь этого нет показателя потому что у нас есть но не ульта пассивка пассивка после кила вы помните которую вы получали то есть получается если вы делаете килл в тимфайте после этого вы резко начинаете разогреваться и без остановки можете стрелять пока враги не кончится это жестко да это жестко ребят ждем гуинса джинксу да по сути гуинса джинса джинкса атак спид джинкса то самое вот как вару сыграет хурикан гуинса батарк и попробуй как говорится поборись с ней но как бы это сильно нас не сломала ребят у нас и так есть как дымов у нас и так есть уже в вару для этого как бы это не превратилось в вечные сейчас 32 сетапа где будет джинкса вару скагмав всех же адекере не перебанить и всех танков не перебанить и всех медленников не перебанить будут просто банить early game джанглеров early game там топеров каких-то но может быть медленников еще и периодически саппортов а вот всех этих чемпионов будет оставлять и мы будем с вами наблюдать это долгое стояние 40-минутная у всех команда ладно идем дальше казикс а вот она та самая то самое изменение по которой вам говорил много раз на стриме пассивка казикса теряет дополнительный прирост больше нету 40 процентов теперь только 20 процентов прироста силы атаки удара из темноты но зато при этом на 10 процентов усилили урон с нашей ушки прирост был 110 теперь 120 соответственно можно попробовать снова казикса игра через эволюцию кушки так как вы ее чаще будете кастовать соответственно больше будет будете давать урона а из невидимости дополнительный урон один раз прокните и хватит когда у вас типа не будет ульты но правда вы потеряете мобильность уже надо думать надо тестить и смотреть сейчас же вы знаете эволюция идет rk w ешка без кушки вообще маль захар жесткое понижение его коэффициента прироста с 80 до 65 процент до 65 процентов с кушки и на ручки увеличили перезарядку наверно снова да да только на первом левеле 8 секунд так и осталось в конце но это почти не почувствуется почувствуется этот вот кушку ну ну это вообще чемпион но и вот и знает что он находится где-то там внизу таблицы рейтинга всех чемпионов на всех серверах в любом эло поэтому не решили его усилить но усилили его не конкретно какими-то плюсами на его спелы они просто новые пассивки добавили каждому его спела давайте смотреть теперь во время действия усиления сытой автоатаки дополнительно наносится 3 5 7 9 11 урона и 5 за каждые 100 сил и умений как это что это означает ребят когда вы нажимаете кушку по врагу вы начинаете по нему дополнительный урон наносить потому что вы типа сыты вы его уже укусили ну по врагу имеется ввиду лесному врагу понятное дело потому что кушку вы только туда можете кидать хотя я так понимаю подождите это не поднимено по врагу теперь во времени а это когда я сделаю кушку а сколько времени это висит я думал от именно когда я кусаю врага и будут доп урон и я когда читал это описание на пб еще я думал что это именно врага он того считается что подразумевается сколько секунд считаться сытом теперь во время действия усиления сытой автоатаки дополнительно наносится урон магического то есть это просто ему баф идет после того как он даст кушку сколько времени не написано надо смотреть в игре самой ну и w это берсерк берсерк теперь дает дополнительную увеличивается точнее от дополнительно от умения видите обеих цели на 40 процентов максимальное увеличение может быть 120 скорости атаки дал слышно меня чё ты ну еще могу сделать потише я же вроде сделал вышка да очень имбовый становится в почти в два раза вы уже на четвертом левеле можете усилить своего союзника по скорости атаки максимальное увеличение видите 120 довольно неплохо пока стаки жора висят наверное ну да наверное то есть пока они не пропадут то есть это на всю игру получается они пропадут только если вас убьют или если вы пропустите их кто не помнит у него есть таки которого набирает пожирая разных крипов в лесу ему наш нужно их обновлять каждые не помню сколько не помню сколько каждый 30 секунд каждый 25 секунд надо кого-нибудь съесть если он никого не ест то он начинает терять стаки максимальная 5 стаков и видимо это она и есть за каждое еще получает 5 за каждые 100 умений и здесь тоже за максимальное увеличение будет 120 орн орна риоты решили убить я не знаю когда он вернется в игру потому что в солоку этот чемпион и так мертвый сам по себе потому что люди не умеют пользоваться такими чемпионами как мало фитор на си джуани чем выше элла тем конечно он эффективнее становится но чем ниже элла тем менее он эффективен а риоты еще и лишают этого чемпиона возможности победить линию один на один кто не знает его w все это время давала ему неудержимость а именно это означает что вас нельзя было остановить ни один cc эффект ни один silence не стенки ничего вас остановить не могло бы просто до конца до кастовую свою w и давали автоатаку после этого чаще всего теперь же этого эффекта не будет когда вы нажмете w вас просто вай даст ульту подкинет ггвп маль захар накинет на вас silence в носу поковыряетесь и ничего не сделаете ну и помимо этого еще ум увеличена кд на его ульту на 30 секунд в конце начале игры на 10 секунд но начало игры вы не почувствуете вот в конце когда вы могли кастовать ульту в каждом тимфайте по два раза почти что под 40 процентом кд ром там 32 секунды было у вас суммарно теперь этого не получится пантеонус у пантеона интересная была пассивка на его w она всегда работала таким образом что вы могли защититься своим щитом не только от автоатак противника но и от тележки и от вышек и от больших крипов теперь же вы не можете защититься от тележек атаки осадных миньонов это тележки не блокируется и не поглощает больше эффект то есть у вас будет стоять щит и вас они будут пробивать не знаю это плюс или минус тут надо уже спрашивать у пантеонов потому что много раз были такие у меня даже момент когда играл пантеоном на топе ты делаешь оллин в оппонента тележка на тебя переключается сбивает тебе щит тот самый который мог бы заблокировать довольно крупный урон от оппонента но с другой стороны иногда бывает что и тележка тебя может добить твоя w не на кд сона пока выглядит вроде перспективно затрата маны уменьшена на 10 единичек на кушке и ты думаешь о но все пора играть сону не торопитесь ребят не торопитесь к этим чемпионам мы еще вернемся но и вейн вейна как у вас самый высокий винрейт на данный момент вейна научились люди использовать это был вопрос времени когда все поймут кто же убивает мфку кто же убивает и за и достанут такие этого чемпиона из своих закромов и вот они ее достали стали настолько что они в итоге достали риутов и риуты решили ее ослабить уменьшили скорость прироста атаки прирост скорости атаки оговорился 0 7 процентов уменьшили и дополнительная сила атаки уменьшена на крупную цифру в конце 30 очку снята в начале почти не почувствуете картинки картинки от всегда весело и многие наверное из вас вот здесь и заканчивать читать патчност но ребят идем дальше во первых этого не было в пб я не решили это добавить зачарование то есть если вы делать именно вот такой предмет который годится и велинке как раз таки он увеличивает вам недостающую ману регенерацию на 25 процентов вместо 15 это касается и лизу и велинку и диану ну и если еще каких-то магических вы типа не дали играете чемпионов какие-то бонусы ну для вас хорошие все же эта штука даст почему в прошлый раз они уменьшили нас 25 на 15 это было связано с тем что все остальные предметы которые обычно джанглер собирал они так или иначе обладали манной видимо риуты решили что все но этого было недостаточно и вернули так как было он и раньше давал 25 процентов но меньше до 15 теперь решили вернуть назад к 25 что же нас касается дальше вот что касается красным в данном случае белым на синим удалены предметы нет больше сайт стоуна кто-то спросит что такое сайт стоун а я отвечу это видящий камень он удален удален из игры раз и навсегда и вследствие чего сразу произошли изменения трех предметов 3 грейджиных предметов которые набирали стаки 750 суть заключается в общем-то простая все эти предметы синий голдер желтый голдер зеленый голдер больше не дают свои раньше которые давали пассивки за 750 золота нет больше дополнительной скорости передвижения на морозном клыке на фрост вы не нет больше на медальоне у вас что там кстати было там была скорость передвижения к вашим союзникам если я правильно помню и нет больше здесь щитка как овер такого щитка помните на зеленом голдере что же теперь на них есть когда вы набираете золото ваши все те же 750 по ум нет нет 500 теперь 500 не на 750 500 вот здесь так и написано вы получаете другую пассивку эта пассивка это и есть ваш сайт стоун проградить его будет стоить примерно столько же ариоты постарались сделать цифру одну и ту же ну вот полностью этот предмет будет называться так реликвия наблюдателя реликвия возникшихся и реликвия сущности сущность это зеленый желтый это желтый синий это синий но нет больше у нас замедлял очек нет вот это вот всего что было раньше прикольного но зато есть другие бафы баф он для саппорта включает в себя то что каждый саппортов теперь будь точно сайт стоуном это для нас лицо локушников очень хорошо потому что вы знаете что как на что были моменты когда многие саппорты тупо не покупали а сайт стоун если видели что ваш допустим адекере ну фейлил да теперь не будет петухов все верно great всего один и вы его делаете за деньги вот деньги и за рубиновый кристалл ну рыбий кристалл вот он сам морозный клык lgta легенд ну и видите после и эффект видящий камень видящий камень и здесь превращается в око сущности это тоже видящий камень что же тогда с балансом кто-то спросит на как же тогда риут решили это сбалансировать но самое смешное что они ничего пока не решили тестили тестили видимо решили что все так и нормально есть никакой из чемпионов не пострадал но я могу точно ответить пострадала за ира пострадала сона в общем-то все те кто играли через синий голдер они сильно пострадали те кто играли через зеленый голдеры некоторые пострадали такие как трэш часу поймете почему трэш если вы идете через зеленый голдер теперь эффективность вашего лечения через добивание крипа всего лишь будет на 50 процентов если вы чемпион дальнего боя это как раз касается трэша поэтому он пострадал от этого но если вы играли через синий на линии как владимир на топе либо как сират на медиа либо тут же самый экономиде то штраф теперь за убийство крипа будет откатываться не каждые 8 секунд а каждые 12 секунд что же за штраф штраф это когда вы не можете настакивать ваше золото после добитого крипа по противнику помните да добивали крипа и там шел такой кулдаун откат пока она не закончится вы не зарабатываете золото с него теперь надо ждать не 8 секунд а 12 но это мидеров покарали это правильно потому что в мариу ты не задумывали чтобы эти чемпионы брали на линию себе этот предмет а вот что касается зеленого здесь я не знаю как они собираются трэша нерфить его точнее апать благодаря этому потому что они его не коснулись патчи идем дальше а да проклятый лес это кто играет 3 на 3 здесь старые предметы для поддержки они так были без тотемов все это время они так и остались как и были то есть вы помните там старых предметов они не тронули на сайт стона не было и так они стали как и было переходим теперь уже к рунам и руны здесь исправлены ошибки это не особо важно это главное что касается сейчас объясню просто чего чего касается там просто сложно написано и сначала не мог въехать чего это касается это касается когда вы здесь проводите вот эти вот замены допустим я хочу заменить что-то здесь и она начинает меня тупить немного по страшному в данном случае не было так вот например теперь я хочу заменить катдаун на вот эту штуку я ее меняю а когда он берет и переезжает сюда и теперь такого не будет ребят поняли да надеюсь здесь по сути это так и написано но сами раны тоже были изменены если взять храбрость храбрость это ветка ветка resolve в английской версии они почему-то с афтершока стартанули но стартанули давайте почитаем афтершок на данный момент пока еще 40 140 и кулдаун 20 секунд 40 140 кулдаун тут почему-то не написано в общем он есть 20 секунд будет он вместо этого от 10 до 120 урона наносить коэффициент максимального урона будет не три с половиной три процента зато они добавили прирост а если вы соберете себе либо атаку либо силы умений соответственно ability power у вас будет больше урона чем было раньше но не знаю насколько это эффективно афтершок брать на каких-то других чемпионов которым ты будешь а д собирать либо ability power риута видимо хотят дать возможность и другим чемпионам поиграть с афтершоком кроме тех у кого жесткий cc эффект а именно жесткий эффект какой-нибудь алистара ли он и понимаете да постоянно защитные показатели да кстати увеличили с 20 теперь они 70 120 там были не были так вот а да и удалено больше не увеличить сопротивление на 30 процентов которое было саппорты берут только танки об без а п и а д вот об этом и речь об этом речь потекут что риуты хотят попробовать дать эту возможность и другим чемпионам поиграть с этим станом какой-нибудь ауролен соул с афтершоком у него же стан есть и он ability power собирает как получится посмотрим думаю ничего не получится если честно например леона из-за этого дико сильно за нерфли на алистар тоже был порезан только что просто взяли и порезали алистара паре попали порезали извините леона хватка нежити это grasp grasp у нас раньше давал каждые четыре секунды вы можете четыре процента нанести магического урона бонусного от вашего хп и получали себе плюс 5 хп нанося влечать вылечивая себя еще на два процента урон остался такой же но теперь увеличена не уменьшено лечение и урона чемпиона дальнего боя с 50 до 40 процентов а постоянно здоровье теперь будет срабатывать плюс 3 давать вам они плюс 2 не знаю идея видимо заключается в том чтобы люди начали graspом пользоваться чаще чем вот этим автор шоком на топе на как это будет работать вообще страшно это guardian guardian наглядно можете посмотреть его тоже коснулись изменения на линии теперь guardian будет прокать гораздо реже как видите было 45 секунд всегда теперь будет 40 секунд в конце игры это нормально но 70 секунд в начале целую минуту с плюсом и его не будет раньше я даже помню мне саппорты подходили на линию проколи на лесной кемп guardian и потому что и спокойно на линию знаю что в первые 40 секунд он нам не понадобится а вот со второго кемп он же со второго извините левела он нам понадобится уже 45 секунд и пройдет а вот теперь минута 10 вопрос успеет ли пройти это время прочность счета увеличили вследствие чего на десяточку но это особо вы не почувствуете на линии коэффициент счета от умения увеличена но в начале игры у вас нет умений коэффициент прочности счета от дополнительного здоровья тоже увеличили но у вас тоже нет здоровья дополнительного начале игры так что рио ты здесь такой от от just как они любят писать неисправление не увеличение не усиления а просто корректировочка небольшая дольше будет откатываться зато сам щит будет побольше вдохновение вдохновению мы все с вами уже привыкли на lc если вот она и все ждали что вот это будет за нашли на это будет за нашли на и мы дождались ребят только сначала ледяной нарост еще надо прочитать он нам будет мешать ледяной на и подождите а получать книжку не за нерфли а в пбе он был за нерфли не уж про заранее говорил про книжку потому что в пбе и нерфили короче ледяной нарост давайте прочитаем ее замедление чемпиона ближнего боя выше становится было 40 50 теперь 45 55 замедление чемпионов дальнего боя 20 40 теперь будет 30 40 но и замедление активной при помощи активного предмета тоже стало больше не знаю насколько это будет работать они тут написали aurelion soul aurelion soul не замедляет пока не купит предмет знаю наверное неплохо хотя лучше наверное все но играть как вот часы мои соло купол паренек он играл с фэйз рашем это бывший штормрайдер search клиптомансия и вот тут небольшое изменение вроде для такого чемпиона как gunplank ничего не поменяется но для таких чемпионов как с соответственно сона какая-нибудь скриптомансии все поменяется частота выпадения предметов первые 15 минут значительно уменьшена при этом значительно увеличена в последующие 15 минут ну то есть не последующие 15 а после 15 минут то есть получается в первые 15 минут вы почти ничего зарабатывать не не будете а как раз power spike для эзо и соны и в этой стадии игры если сонос клиптомансии вы играли либо из реале играете в цыгана то есть с цыганские и кушку потерял и этот показатель потерял сона потеряла эти показатели хоть зато получила в ответ чуть меньше маны затраты но потерял сайт стоун еще свой встроенной то есть отдельный покупной замедлялкой пятна этими гусями и рынок покупателей да если вы будете предметы продавать они тратить на линии цена уменьшилась на 20 процентов на каждый предмет который у вас остался в кармане соответственно даже если вам мешок золота выпадает на 20 процентов дешевле вы его теперь продадите такие дела ребят так что лучше точно его вскрывайте этот мешок золота я так понимаю это выгоднее будет хотя мы что-то риут и учли точность точность это precision ветка была тронута не главные пункты на нижние убрали у триумфа было 12 25 процентов 12 процентов доп урона и 25 золота за убийство теперь будет 20 золота за убийство удар милосердия это у нас получается здесь это внизу это внизу вот удар милосердия cup the grace был 9 процентов дополнительного урона по чемпионам которых в 40 процентов и меньше осталось хп теперь только 7 и последний рубеж максимальное увеличение урона будет не 12 процентов 11 в общем не знаю насколько будет эффективно теперь брать вот эти вот все показатели например как я к зиксу брал там триумф и cup the grace больше урона по врагу и дополнительное золото за каждый kill честно не знаю насколько это будет эффективно все теперь работать надо снова думать надо проверять и конечно же следить доминирование только тотем зомби по моему а призрачного по упору усилили вы его кто-нибудь вы из вас его берет точно никто скажи катикса получается пассивку два раза порезали теперь он совсем не грабельный станет нет пассивка его не самое страшное что можно было порезать самое страшное конечно было бы если по ней флатовый урон какой-то резали да это неприятно с пассивкой но если другие билды за козикса не упорные на даскблэйде и ульте если ты не будешь ставить упор в даскблэйд и ульту то можно играть тот же самый было клевер с максом кушки эволюции кушки в дальнейшем будет работать до сих пор тем более кушку усилили так вот доминирование зомби вард вы помните три минуты стоял теперь он будет в начале игры стоит 60 секунд что правильно ребят зомби варды очень сильно надоедают тем более мне вот такому игроку который не очень них любит покупать и точнее не покупать брать я не зомби вард беру на ебал коллекшн как обычно ебал коллекшн до сих пор топить как мне кажется а так бегаешь по карте бездет все в зомби вардах это подбешивает на теперь будет меньше их в начале игры в конце игры все так же что же касается призрачного пора если хоть один из вас им пользуются вы герой вы очень любите маленьких пушистых хомячков но вы поступали неправильно теперь может быть вы будете поступать правильно проблема была всегда в зомби зомби пора хотел сказать а что если риуты сделают зомби пора в дальнейшем она призрачного пора была проблема в том что его дико легко спугнуть из кустов он нихрена не видит в этих кустах потому что кусты иногда территория почти 600 единиц а он видит всего 350 теперь он будет видеть 450 но вы помните он ходит по этим кустам и теоретически можно даже зайдя в эти кусты оказаться все еще невидимым для противника 3 буша да он будет видеть все идем дальше умение с выбором цели вот что интересно ребят что это значит умение с выбором цели я это называю не скиллшоты все что не скиллшоты в игре по сути сами думайте что есть не скиллшоты в игре джарвановская ешкой кушка это скиллшоты понимаете да а калевская кушка который летит это не скиллшот эрка а калевская ульта тоже не скиллшот так вот что же произошло риуты сделали так что теперь все крипы внимание миньонов заставляет атаковать их заклинателя попросту говоря когда вы кастуете а точечный spell как я его называю во врага мгновенно все крипы которые стоят вокруг они начинают защищать своего союзника раньше как это работало кто спросит что раньше было по-другому да ребят раньше было по-другому раньше только автоатака заставляла крипов нападать и те чемпионы у которых были бесплатные спелы а это пантеон с кушкой а это джи нет джейсон не касается извините у него скиллшоты пантеон с кушкой а калия с кушкой давайте здесь пробежимся кто есть джарван с эркой только здесь считается жанна с w блин кого бы такого найти чтобы точно вот фиддлстик кстати фиддлстик w ешка всегда всегда теперь будут крипы разворачиваться и бить вас владимир до владимир спасибо за владимир со своей кушкой понимаете те чемпионы которые могли вас харассить безнаказанно теперь будут наказаны это очень сильно повлияет честно ленинг фазу и я вот хотел сделать табличку свою синергии опять помните топера с джанглером и адекири с саппортом адекири с саппортом я все же сделаю думаю в ближайшую неделю но вот вторую табличку я пока торопиться не буду я должен увидеть что поменяется потому что поменяется очень много тима который кидает кушку в тебя на линии тут же крепы все на него агрица пантеон больше никого вообще на линии побеждать нибудь я не представляю как им стоять теперь период и конечно иногда делают хорошие изменения но это изменение может очень сильно повлиять на всю игру просто на всю и себя перестрадать да да тут к себе кстати будет списке давайте посмотрим кассиопия где она к себе нет почему-то я не вижу к себе я же не слепой уж я может к себе нет списке вот и весь список я не зачитал но тима есть вот он тима а в эгар с эркой но это не то почему кассиопия нет у нее ешка не считается точечным спелл видимо есть уже какие-то чемпионы которых они решили не тронуть кстати или бланка со своей кушкой считается как раз опасным характером сразу все вернется назад она выше мне подсказывать я ее пропустил а здесь очень не по алфавиту извините ребят я просто видел что здесь окалия они вялистар а снизу буква я ясла я думал здесь по алфавиту все все есть к себе конечно же вот она и себе с ешки да 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 просто здесь не по алфавиту растут здесь по английскому орфо все я понял здесь по английскому алфавиту расставлено c кассиопия вы поняли c кассиопия c чагат garene и ирели где тут ксера аксира то есть полуточечный блин скриптер ксераты будут жить и дальше скриптер и ксераты будут жить дальше их это не тронуло потому что у них все скиллшоты другой стороны тренируйте ксират и вы будете чемпионом планеты ну вот такое вот изменение дальше там уже ничего интересного тут обновление шкалы здоровья просто будет картинка по-другому рисоваться когда вас убивают это конечно же прикольно то что риоты поменяют картинку в честь вашей смерти но нет окно счета это имеется ввиду табличка tab tab во время игры в ней теперь будет отображаться счет показывает название используемого образа то есть скин какой использую человек извините скин который будет использовать человек во время выбора чемпиона тоже вы теперь будете видеть какой скин взял ваш союзник в общем то больше ничего интересного здесь это баги какие-то у некоторых людей были на маке на винде 7 почему-то кто-то еще играет на винде 7 в лигу легенд и общее исправление ошибок которые иногда происходили иногда не происходили риоты их исправили но и последний скин который выйдет на арктического грагаса кстати говоря учитывая что как давно риоты не трогают грагаса может он и всплыть учитывая что синий голдер им осени извините джангвийский предмет ему подходит он с него будет получать бафы ганги у него как были хорошие так и остаются джанглер и некоторые которые были его убийцами были немножко за на арфе на несколько патч подряд может какой-то грагас вернется что же ребят все будет в описании на стрима ссылка на этот патч понятное дело на так спасибо что были здесь